Охоту на недобросовестных автовладельцев сегодня устроили на улице Восход. Проверяли практически всех подряд и у каждого второго нашли долг или нарушение. У одних неоплаченные штрафы, у других запах алкоголя. Репортаж Александра Вяткина. Скорость одна машина в минуту. Автоинспектор останавливает судебный пристав, проверяет. Больше всего должников с непогашенными штрафами от ГИБДД. Многие оплачивают их на месте. Тех, кто не погасит долг сегодня, вызывают на прием к судебным приставам. За неявку опять штраф. И, соответственно, принимаются меры по наложению ареста на имущество должника. В первую очередь, если автомобиль не принадлежит должнику, соответственно, у нас обращается взыскание на сотовые телефоны. За время рейда Дебитор инспекторы проверили больше сотни водителей. Должниками оказались несколько десятков. Как показывает рейд, неоплаченные штрафы есть практически у каждого второго автовладельца. Причем наличие задолженности никак не зависит от стоимости машины. Будь это поддержанное российское авто или дорогая иномарка. Хотя в целом штрафы ГИБДД водители теперь оплачивают охотнее. С начала года для некоторых нарушителей есть скидки. 85% всех правонарушителей, которые в этом году оплатили штрафы, они их оплатили с 50% скидкой. Но даже при этом многие вынужденные остановки не рады. Я спешу, это отнимает много времени, я опоздаю из-за этого. Просто забыла, потеряла протокол. Обычно стараюсь платить сразу, что-то не забывайте. Сейчас посмотрим, проверим. А для этого водителя проверка заканчивается неожиданно. Автополицейский при общении почувствовал запах алкоголя. Алкотестер предположение подтвердил 0,4 промилле. Я вчера выпил пива, сегодня показал. Но я откуда знал, что так будет. Водитель теперь может остаться без прав на срок от полутора до двух лет. Без возможности сесть за руль остаются и злостные неплательщики. Достаточно накопить долг больше 10 тысяч рублей. Александр Вяткин, Олег Рыльевец, Новосибирские новости.